Беспокойный гость В низкой покривившейся избушке лесника Артёма под большим тёмным образом сидели два человека. Там Артём, малорослый и тощий мужичонка с старческим помятым лицом и с бородкой, растущей из шеи, и прохожий охотник, молодой, рослый парень в новой кумачёвой рубахе и в больших болотных сапогах. Сидели они на скамье за маленьким треногим столиком, на котором, воткнутая в бутылку, лениво горела сальная свечка. За окном в ночных потёмках шумела буря, какую обыкновенно природа разражается перед грозой. Злобно был ветер, и болезненно стонали гнувшиеся деревья. Одно стекло в окне было заклеено бумагой, и слышно было, как срывавшиеся листья стучали по этой бумаге. «Я тебе вот что скажу, православный!» говорил Артём с сиплым тенарковым полушёпотом, глядя не мигающими, словно испуганными глазами на охотника. «Не боюсь я ни волков, ни ведмедей, ни зверей разных, а боюсь человека. От зверей ты ружьём или другим каким орудием спасёшься, а от злого человека нет тебе никакого спасения». «Известно. В зверя выстрелить можно, а выстрелить ты в разбойника сам же отвечать будешь. В Сибирь пойдёшь». «Служу я, братец ты мой, тут в лесниках без малого тридцать лет, и сколько я горя от злых людей натерпелся, рассказать невозможно. Перебывало у меня тут их, видимо-невидимо. Изба на просеке, дорога проезжая, ну и несёт их чертей. Валится какой ни на есть злодей, и шапки не снимавши, лба не перекрестивши, прямо на тебя лезет. Давай такой стекой хлеба. А где я тебе хлеба возьму? По какому полному праву? Не что я миллионщик, чтоб каждого прохожего пьяницу кормить? Он известна. Злобой глаза запорошила, креста на них на чертях нет. Недолго думавши, рах тебя по уху. Давай хлеба. Ну и даёшь. Не станешь же с ними с идолами драться. У иного в плечах косовая сажень, кулачище, что твой сапог. А у меня, сам видишь, какая комплекция. Меня мизинцем зашибить можно. Ну, дашь ему хлеба, а он нажрётся, развалится поперёк избы. И никакой тебе благодарности. А то бывают такие, что деньги спрашивают. Отвечай, где деньги? А какие у меня деньги? Откуда им быть? У лесника, да чтоб денег не было, усмехнулся охотник. Жалование получаешь каждый месяц, да и чай и лес тайком продаёшь. Артём пугливо покосился на охотника и задрыгал своей бородкой, как сорока хвостом. Молодой ты ещё, чтоб мне такие слова говорить, сказал он. За эти самые слова ты перед Богом ответчик. Ты сам из каких будешь? Откуда? Я? Из Вязовки. Старосты не Фёда, сын. Ружьём балуешься. Я, когда помоложе был, тоже любил это баловство. Так. Ох, грехи наши тяжкие, зевнул Артём. Беда. Добрых людей мало, а злодеев и душегубов не приведи Бог сколько. Ты словно, как будто и меня боишься. Ну вот ещё. Зачем мне тебя бояться? Я вижу, понимаю. Ты вошёл и не то чтобы как, а перекрестился, поклонился, честь честью. Я понимаю. Тебе и хлебца дать можно. Человек я вдовый, печи не топлю, самовар продал, мясо или чего прочего не держу по бедности. Но хлебца сделай милость. В это время под скамьёй что-то заворчало. Вслед за ворчанием послышалось шипение. Артём вздрогнул, поджал ноги и вопросительно поглядел на охотника. Это моя собака, твою кошку забежает, сказал охотник. Вы, черти, крикнул он под скамью, куш, биты будете. Да и худая же у тебя, брат, кошка, одни кости да шерсть. Тара стала околевать время. Так ты, сказываешь, из Вязовки? Не кормишь ты её, я вижу. Она хоть и кошка, а всё-таки тварь. Всякое дыхание. Жалеть надо. Нечисто у вас в Вязовке, продолжал Артём, как бы не слушая охотника. В один год два раза церковь грабили. Есть же такие анафемы, а? Стало быть, не только людей, но даже Бога не боятся. Грабить божье добро, да за это повесить мало. Прежнее время таких шельмов губернаторы через палачей наказывали. Как не наказывай, хоть плетьми жарь, хоть засуди, а не выйдет толку из злого человека ничем ты зла не вышибешь. Спаси, помилуй, царица небесная, прерывисто вздохнул лесник. Спаси нас от всякого врага и супостата. На прошлой неделе в Воловьих займищах один косарь другого по грудям косой хватил, до смерти убил. А из-за чего дело вышло, Господи, твоя воля? Выходит, это один косарь из кабака, выпивший. Встречается ему другой и тоже выпивший. Внимательно слушавший охотник вдруг вздрогнул, вытянул лицо и прислушался. Постой! Перебил он лесника. Кажись, кто-то кричит. Охотник и лесник, не отрывая глаз от темного окна, стали слушать. Возь шум леса, слышны были звуки, какие слышит напряженное ухо во всякую бурю. Так что трудно было разобрать, люди ли то звали на помощь, или же непогода плакала в трубе. Но рванул в ветер по крыше, застучал по бумаге на окне и донес явственный крик. Караул! Легкие твои душегубы на помине, сказал охотник, бледнее и поднимаясь. Грабят кого-то. Господи, помилуй, прошептал лесник, тоже бледнее и поднимаясь. Охотник бесцельно поглядел в окно и прошелся по избе. «Ночь-то, ночь какая!» пробормотал он. «Сги не видать! Время самое такое, чтоб грабить!» «Слышь!» опять крикнула. Лесник поглядел на образ, с образа перевел глаза на охотника и опустился на скамью в изнеможении человека, испуганного внезапным известием. «Православный!» сказал он плачущим голосом. «Ты бы пошел в сени да на засов двери запер, и огонь бы потушить надо!» «По какому случаю?» «Не ровен час, заберутся сюда!» «Ох, грехи наши!» «Идти нужно!» «А ты двери на засов!» «Голова посмотришь!» «Идем, что ли?» Охотник перекинул на плечо ружье и взялся за шапку. «Одевайся! Бери свое ружье!» «Флёрка!» «Иси!» крикнул он собаке. «Флёрка!» Из-под скамьи вышла собака с длинными огрызенными ушами помесь сеттера с дворняшкой. Она потянулась у ног хозяина и завиляла хвостом. «Что ж ты сидишь?» крикнул охотник на лесника. «Нечто не пойдешь!» «Куды?» «На помощь!» «Куда мне?» махнул рукой лесник, пожимаясь всем телом. «Бог с ним совсем!» «Отчего же ты не хочешь идти?» «После страшных разговоров я теперья и шага не ступну в потьмах. Бог с ним совсем!» «И чего я там в лесу не видал?» «Чего боишься?» «Не, что у тебя ружья нет!» «Пойдем, сделай милость!» «Одному идти боязно, а вдвоем веселей!» «Слышь!» опять крикнула «Вставай!» «Как ты обо мне понимаешь, парень!» простонал лесник «Нечто я дурак, что пойду на свою погибель!» «Так ты не пойдешь?» лесник молчал. Собака, вероятно, услышавшая человеческий крик, жалобно залаяла. «Пойдешь я тебя, спрашиваю!» крикнул охотник, злобно тараща глаза. «Пристал ей Богу!» поморщился лесник. «Вступай сам!» «Э, сволочь!» проворчал охотник, поворачивая к двери. «Лерка! Иси!» Он вышел и оставил дверь настиж. В избу влетел ветер, огонь на свечке беспокойно замелькал, ярко вспыхнул и потух. Запирая за охотником дверь, лесник видел, как лужи на просеке, ближайшие сосны и удаляющуюся фигуру гостя осветило молнией. Вдали проворчал гром. «Свят, свят, свят!» шепнул лесник, спеша просунуть толстый засов в большие железные петли. «Э, какую погоду Бог послал!» Вернувшись в избу, он ощупью добрался до печки, лег и укрылся с головой. Лежа под тулупом и напряженно прислушиваясь, он уже не слышал человеческого крика, но зато удары грома становились все сильнее и раскатистее. Ему слышно было, как крупный, гонимый ветром дождь злобно застучал по стеклам и по бумаге окна. «Понесла нелегкая!» думал он, воображая себе охотника, мокнущего на дожде из потыкающегося опни. Небось, со страху зубами щелкает. Не далее, как минут через десять раздались шаги, и за ними сильный стук в дверь. «То там!» крикнул лесник. «Это я!» послышался голос охотника. «Отопри!» Лесник сполз с печи, нащупал свечку и, зажегши ее, пошел отворять дверь. Охотник и его собака были мокры до костей. Они попали под самый крупный и густой дождь, и теперь текло с них, как с невыжатых тряпок. «Что там случилось?» спросил лесник. «Баба в телеге ехала и не на ту дорогу попала», ответил охотник, пересиливая дышку. «В чапыгу залезла!» «Ишь, дура!» «Испугалась, значит!» «Что ж ты вывел ее на дорогу?» «Не желаю я тебе, подлецу, этакому отвечать!» Охотник бросил на скамью мокрую шапку и продолжал. «Об тебе я теперь так понимаю, что ты подлец и последний человек. Еще тоже сторож жалование получает мерзавец этакой!» Лесник, виноватую походкой, поплелся к печи, крякнул и лег. Охотник сел на скамью, подумал, и мокрый разлегся вдоль всей скамьи. Немного погодя, он поднялся, потушил свечку и опять лег. Во время одного особенно сильного удара грома он заворочился, сплюнул и проворчал. Страшно ему! «Ну а ежели бы резали бабу, чье дело вступиться за нее?» «А еще тоже старый человек, крещеный, свинья и больше ничего!» Лесник крякнул и глубоко вздохнул. Флерка где-то в потемках сильно встряхнула свое мокрое тело, отчего во все стороны посыпались брызги. «Стало быть, тебе и горя мало, ежели бы бабу зарезали!» продолжал охотник. «Ну побей бог, не знал я, что ты такой!» Наступило молчание. Грозная туча уже прошла, и удары грома слышались издали, но дождь все еще шел. «А ежели б, скажем, не баба, а ты, — караул кричал!» прервал молчание охотник. «Хорошо бы тебе скоту было, ежели бы никто к тебе на выручку не побег!» «Стревожил ты меня своей подлостью, чтоб тебе пусто было!» Засим еще после одного длинного антракта охотник сказал. «Стало быть, у тебя деньги есть, ежели ты боишься людей, человек, который бедный, не станет бояться!» За эти самые слова ты перед Богом ответчик прохрепел с печки Артем. «Нет у меня денег!» «Ну да, у подлецов завсегда есть деньги!» «А зачем ты боишься людей?» «Стало быть, есть!» «Вот взять бы да и ограбить тебя назло, чтоб ты понимал!» Артем бесшумно сполз с печки, зажег свечку и сел под образом. Он был бледен и не сводил глаз с охотника. «Возьму вот и ограблю!» продолжал охотник, поднимаясь. «А ты как думал? Вашего брата учить нужно!» «Сказывай, где деньги спрятаны!» Артем поджал под себя ноги и замигал глазами. «Что жмешься? Где деньги спрятаны? Языка в тебе шут нету, что ли?» «Что молчишь?» Охотник вскочил и подошел к леснику. «Глаза как сыч таращит!» «Ну, давай деньги, а то из ружья выстрелю!» «Тут ты ко мне пристал!» завизжал лесник, и крупные слезы брызнули из его глаз. «По какой причине?» «Бог все видит!» «За все эти самые слова ты перед Богом ответчик!» «Никакого полного права не имеешь ты с меня деньги требовать!» Охотник поглядел на плачущее лицо Артема, поморщился и зашагал по избе, потом сердито нахлобучил шапку и взялся за ружье. «Э-э-э! Глядеть на тебя противно!» процедил он сквозь зубы. «Видеть тебя не могу! Все равно мне не спать у тебя! Прощай!» «Эй, флерка!» Лопнула дверь и беспокойный гость вышел со своей собакой. Артем запер за ним дверь, перекрестился и лег.